Друзья, здравствуйте! Я очень рад вас видеть сегодня на нашем бесплатном вебинаре. Для меня это первый вебинар в этом году. В этом году, я надеюсь, мы будем чаще с вами встречаться, потому что уже запланировано порядка 10 вебинаров, а это первый в линейке, но на сайте специалиста пока он первый виден. И с вами снова я, Алексей Тарасов, старший преподаватель центра специалист, который ведет курсы по веб-разработке HTML, CSS, JavaScript. Здесь еще должна была быть картинка по PHP, однако я решил ее не вставлять, а делаться вот этим классным слоном, дабы всем было радостно. Приветствую вас, Игорь, приветствую всех слушателей, которые сегодня подключились. Для меня, честно говоря, это целый рекорд. Записалось около 40 человек и уже в чате 16 человек находятся, и я очень рад, друзья. Я даже так рад, что сегодня повествую вам, прямо глядя в камеру, и надеюсь, вы оцените по достоинству такой вот вариант работы. О чем сегодня мы будем с вами беседовать? О том, что дозрело в конце ноября прошлого года, 2020, а именно о том, что появилось интересного в PHP 8. Я не один раз слышал комментарии, и мне слушатели высказывали о том, что вышли в PHP 8, неужели нужно идти снова на курсы, если мы их уже проходили? Друзья, мы, этот вебинар должен восполнить разницу между тем, что мы изучаем на курсах, и тем, что появилось. Но, возможно, среди нас есть те люди, которые первый раз присутствуют у нас здесь, и, возможно, наоборот, хотят оценить, пойдут они дальше или нет. Так вот, с радостью могу сказать, что у нас планово планируется обновление курсов, и некоторые преподаватели уже в тестовых режимах ведут на PHP 8, некоторые по инерции пока доводят курсы по PHP 7 версии. Ну, а еще раз этот вебинар восполнит все вот эти вот, скажем так, разницы. Работаю в специалисте больше 15 лет, прошу прощения, но со многими из вас я знаком, с кем не знаком, в основном это в веб-направлении. Ввиду, HP, HTML, JavaScript, вот, автор нескольких курсов. Я думаю, что эту презентацию вам обязательно наш рекламный отдел обязательно отправит, так что, если нет, требуйте. Ну, а мы с вами сейчас присутствуем в стенах, ну, я, по крайней мере, нахожусь в стенах, учебного центра Белорусский, комплекса Белорусский учебного центра специалист. И я должен сказать, что у нас больше тысячи, больше миллиона выпускников, больше 60 учебных классов, беспощадно подглядывая презентации, больше тысячи курсов. Это очень крутое, на мой взгляд, достижение. 29 лет специалисту учить слушателей компьютерных курсов, 10 лет вместе с специалистом учу слушателей я, вот, ну и специалист предлагает кучу классных гарантий, кучу обязательств. И, в общем, я рекомендую вам присмотреться к нашим курсам. Ну, а если говорить все-таки поближе к теме нашего занятия, то мы будем говорить о тех возможностях новых, которые появились в PHP. Честно говоря, мне всегда кажется, что я недооцениваю то, о чем собираюсь рассказать, наверное, и сейчас тоже. Я думаю, что я ничего нового не скажу, и все, что я буду говорить, это известно, но меня подталкивает внутренний голос и комментарии моих слушателей, и комментарии нашего рекламного дела. И я надеюсь, что кому-то это занятие действительно принесет пользу, и мы вместе с вами начнем на PHP делать больше, делать быстрее и делать круче. Ну, давайте, наверное, потихоньку начнем. Первое, с чего мы начнем, это я расскажу, как мы будем работать. У меня в программе запланировано рассказать порядка о 20 новых штуках, так грубо, точно не помню, сколько там запланировано, которые появились в PHP. Ну, и некоторые из этих вещей мы будем не просто обсуждать и говорить, что там классно, правда, мы будем еще и смотреть, обозревать, как выполняется тот или иной кусочек кода на джаваскрипте, вот что значит дневная группа джаваскрипте, на PHP. И, соответственно, мне понадобятся инструменты. В качестве инструментов я сейчас выбрал парочку. Первый инструмент, это инструмент, который является вот таким вот онлайн интерпретатором, он выглядит вот таким вот образом. Я его нашел относительно недавно. Он позволяет всем, даже тем, у кого нету PHP, или тем, у кого есть PHP, но нету восьмой версии, быстро посмотреть, что там в восьмой версии PHP будет как работать. Ну, мне кажется, это классное решение, поэтому, если вы захотите, вы даже некоторые вещи сможете попробовать. Если это будет необходимо, подмикивайте мне, я буду в чат отправлять те или иные фишки по PHP, вы сможете их проверять. И перед занятием я в этой аудитории заранее, ну, буквально, вот, не знаю, там, 10 минут назад установил себе самый новый, самый свежий интерпретатор PHP 802. Почему я это сделал? На всякий случай, некоторые вещи в онлайн интерпретаторе на этом сервисе, который мной показан, они не отрабатывают. По той причине, что по безопасности или там просто авторы решили отключить ту или иную библиотеку, они недоступны. Поэтому, возможно, мы захотим их посмотреть вот вживую, прямо вот здесь сейчас, на свежей версии PHP. Не забывайте, что также есть классная, удобная штука OpenServer, относительно недавно, ну, не знаю, наверное, не ранее, двух недель назад вышла новая версия OpenServer 5.8, и там уже PHP 8 версии включен. Она версия, правда, многовато, там, по-моему, 1 гигабайт, но разве нас это когда-то смущало? В общем, если вы первый раз в PHP, то такой вот набор OpenServer, он очень может вам здорово помочь. Итак, пусть не говорят те, кто говорит, что PHP умирает, я это слышу уже последние лет 10, PHP еще ого-го какой живой, и мы сейчас в этом скоро убедимся. Ну, чтобы мне было тут не очень грустно, я очень прошу плюсануть в чат вот тех активных слушателей, которые сейчас действительно присутствуют. Мы просто там запустили где-то на фоне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну, вот, двенадцать, я насчитал тринадцать, тринадцать человек из двадцати, и слышно, ну, все, отлично, я вас благодарю. Отлично, давайте, наверное, приступим уже непосредственно к самому интересному, к делу. Первое, о чем мы поговорим, это именованные аргументы. Что здесь появилось достаточно интересного? Мы можем с вами указывать у тех величин, которые передаем в функции, вообще-то говоря, какое-то обозначение, какой-то, там, например, тип данных. Вот, например, функция сорт, которая позволяет нам сортировать массив, да, вот, пожалуйста, Нина Яков Анна. Явно, что этот массив не отсортирован. Там находятся слова одинаковой длины, при этом, если говорить о сортировке по первым буквам, они не отсортированы. Мы можем отсортировать очень просто, сказать, сорт, ар и сорт стринг. Теперь наступает, ну, первое мое впечатление, эра хаоса, на самом деле, эра гибкости, наверное. Когда вы можете сказать, что первым аргументом вы даете array, прямо так и написать, array, двоеточие, и сказать дальше, что там передается сам массив. А потом сказать, что у вас будет флагс и указать в сорт стринг. Вы спросите, зачем это нужно? Отвечаю, может понадобиться, пригодится вызвать эту функцию сорт, не задумываясь, в каком порядке идут аргументы. Вы чувствуете, что произошло? То есть, раньше, чтобы подготовиться к экзамену сертификации, чтобы там быстро, классно выкладывать на урокод, надо было помнить, какие идут аргументы, в какой последовательности, какого типа. Вообще-то, я считаю, что и сейчас нужно. Но теперь мы можем просто указать параметры нашей переменной, указать ее на нужном месте, прошу прощения, и она у нас сработает. Давайте попробуем это сейчас прямо выполнить. Вот, единственное, я не очень неудобно сейчас из самой презентации забирать кусочки кода, а я взвешивал, нужно их писать с нуля или нет, и понял, что идея писать код с нуля, она будет непродуктивна. Мы не успеем посмотреть те фишки, которые я запланировал, а поверьте, их очень много, поэтому я что-то буду копипастить. Значит, первый фрагмент кода, который нам понадобится, будет содержать как раз вот такой вот массив, чтобы мне было удобнее работать, я на рабочем столе, вам этого делать не надо. Создам файл pitch-пишный, чтобы у меня вижу студио-код, в общем-то говоря, узнавал, с чем я работаю. И вот наш первый фрагментик. Если вы работаете вместе со мной, если вы успевать хотите некоторые вещи трогать, я вам буду вот так вот отправлять. И мы идем в наш сервис, с которым мы познакомились буквально отсчитанную минуту назад. Некоторые познакомились, давайте посмотрим, как это работает. Вот восьмая версия PHP выбрана, говорим ран. Ну, посмотрите, все нормально, все сортировалось. У нас идет Анна на первом месте, Нина на втором, Яков на третьем. По-моему, это очень серьезное изменение. Если мы посмотрим предыдущую версию, я буду часто сравнивать. Вот видите, у нас здесь уже идет проблема, нельзя так указывать в старых версиях. Восьмой версии можно. Круто, да? Ну, я один раз попрошу вас, наверное, после каждой фишки, после каждой новинки, ставить оценку, которую вы считаете заслуживает это нововведение. Ну, это как-то немножко сделает наш вебинар более интерактивным. То есть, от одного до пяти понравилось ли вам? Пять супер понравилось, один не понравилось. Если сильно не хотите, можно и не голосовать. Ну, мы, по крайней мере, будем видеть общую картину. Два, пять, круто, три. Видите, где у нас разнородные отношения к первой фишке, которую мы увидели. Отлично, спасибо. Двигаем дальше. Дальше. Следующая вещь. Появились атрибуты. Атрибуты, друзья мои, эта фишка, честно говоря, меня вначале напрягла. Почему? Потому что, если мы посмотрим с вами на описание каких-нибудь кусочков кода, скажем, с сайта Symfony, вот я сейчас перешел по-быстрому, эта ссылка вам потом тоже будет доступна на сайт Symfony, то перед нами находится контроллер, то есть это класс, который является частью приложения, написанного на шаблоне MVC. Для тех, кто в теме, вы сразу понимаете, о чем речь. Для тех, кто не в теме, это очень сложно, чтобы рассказать за одну секунду, поэтому придется просто по МРЦ проскочить. В контроллерах, причем не только в Symfony, но там и в Laravel это тоже есть, очень часто используется PHP-док-комментарий. Что такое PHP-док-комментарий? Это специальные комментарии в стиле PHP-док, когда в открывающей части комментария ставятся две звездочки, потом звездочки ставятся вот так по одному уровню и записываются вот такие вот величины. И раньше при помощи таких комментариев мы могли настроить наш кусочек кода, наши классы для того, чтобы механизмы фреймворка при помощи аннотаций, специальная, сложная тема, мы ее на четвертом или на третьем уровне PHP рассматриваем, сложно реально, могли прочитать из этого комментария этот код, проанализировать его и каким-то образом применить к текущей функции, к текущему методу. В данном случае, например, говорится, что настраивается маршрут Lucky Number, при выборе которого будет получаться случайное число. С этого начинается обычное изучение Symfony. Так вот, от этого теперь решают отказаться, и хотя я вам открыл актуальную версию документации Symfony, актуальная версия, если вы будете устанавливать новую версию, новые пакеты, то вы обнаружите здесь вот такую вот штуку. Решетка, квадратные скобки, root. То есть то, что раньше работало через специфические инструментарии, аннотации, чтение документариев, чтение метаинформации, теперь выходит на именно уровень языка. То есть мы можем спокойненько теперь пишать решетка в квадратные скобки, а в круглых скобках у нашего вот этого вот PHP до фрагмента комментария указывает параметры, там в круглых скобках как будто это похоже, но это не функция, как будто это похоже на функцию. Ну, я сейчас думаю, классные оценки будут от тех, кто с фреймворком знаком, а те, кто не совсем в этой теме крутится, наверное, я не жду сильных классных, восторженных ответов. Напишите, пожалуйста, как вы к этой новинке отнеслись. А мы с вами потихоньку идем дальше. Так, я жадно смотрю в чат, чтобы обнаружить там ответы. Ну, да, видите, разнообразные у нас ответы. Кто-то, кто с фреймворками, я надеюсь, знаком, оценки побольше ставят. Вот, возможно, кто-то знаком и не ставит оценки побольше, но это тоже как бы ваше право. То, что вам 100% понравится, если вы знакомы с таким классным инструментом, как объектно-ориентированное программирование. Друзья мои, вы посмотрите, какая красота. Это, кстати, сейчас не только в PHP, это в JavaScript такое, там, о, классно, в JavaScript такое появляется. Разработчикам достало использование огромного куска кода, в котором будут прописываться все свойства сначала, а потом эти все свойства, чтобы там как-то где-то в конструкторе тоже еще появились. То есть, о чем я сейчас говорю, сейчас станет понятнее. Вот, представьте себе, мы пишем, давайте сначала сюда вставлю. Готовился тщательно, примеры прорабатывал, но приходится вот так. Значит, представьте себе, вы создаете, ну, старый добрый пример, класс бук, книга, традиция, да? Вы описываете, тайтл, автор, прайс, пабье, то есть, название автора, название книги, стоимость книги и год издания. А потом, что получается? Вы начинаете их прописывать где? В конструкторе, правильно, да? Потом, вы это начинаете делать при своем. Так вот, вместо того, чтобы вот здесь и вот здесь это дело дублировать, у нас появляется лаконичная, классная запись, которая существенно сокращает коды. Эта запись будет вот такой. Я вам сейчас тоже отправлю для фанатов ОВП. Можете сразу попробовать. Смотрите, какая красота. Раз, бабах, сделали. Давайте, запустим. Тыдыщ, все работает. Разве можно было так сделать? Паблик, там, ну у меня все паблики, а так, protected, private. Вы пишите все, что хотите, и у вас сразу это дело заполняется. Круто. Шаг навстречу типизации, шаг навстречу гибкой. Задача модификаторов доступа, по-моему, это просто, ну, серьезный прыжок вперед. И я вижу, даже у нас по три плюса появились пятерки. Это действительно удобно. Ну, как, я в это сразу влюбился. Какие-то вещи будут более спорные, какие-то менее, но вот от этого отказаться теперь уже будет вряд ли можно. Дальше. У нас появились Union Types. Я не стал переводить это на русский язык, потому что, я думаю, что еще название до конца не устоялось, но они называются объединением типов. Вот. Или объединенные типы, объединение типов мне нравится больше. Я это зимой решил немножко подпрокачать свой JavaScript и окунулся в надстройку над JS под названием TypeScript, который разработан в Microsoft. И вы знаете, я там много чего нового для себя подчеркнул. И какова же была моя радость, когда я увидел, что в PHP мы можем указывать у какого-нибудь параметра несколько вариантов типов. Ну, то есть, там, не один прайс должен быть обязательно флотом. Я хочу сделать его либо флотом, либо интом, либо, если мне взбрело это в голову по какой-то причине, я хочу это сделать объектом и дальше с этим объектом работать. Блин, ну, я не скажу, что я этого сильно ждал. Я вообще использую PHP всегда просто как инструмент, который вот знаю, и как он есть, так работает, так и использую. Но, когда появляются такие вещи, которые действительно, ну, имплютивно уже кажутся классными, ну, это нельзя не использовать, нельзя не применять. Ну, давайте посмотрим, сейчас я посмотрю. Да, у меня этот примерчик тоже готов для демонстрации. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Там тоже пример с книгой. Я его копирую себе в чат. Вы либо смотрите, либо повторяете, как он будет здесь смотреться. И мы смотрим, да. Раз. Сейчас, пожалуйста, у нас нету никаких ошибок. Если мы вызовем это в седьмой версии, у нас там будет ошибка. Здесь обычный 100D класс, прайс, присвоили в прайс какой-то объект, он не ругается. Ну, давайте там присвоим какой-нибудь буллинг, например, там, true. Давайте, смотрю. Run. Запустил. Рун, кстати говоря, тоже не ругается. То есть, либо у них там, либо они там не все до конца это причесали. Вот, я запускаю true, а true у нас по хорошему прайсу не должен подходить. Либо больше эта фишка подходит для подсказок в вашей IDE-шке. Да, там, либо там у вас какой-нибудь PHP-сторм, либо Web-сторм. Там ваша среда будет, скорее всего, более умной и более податливой и устойчивой. Но тут есть один момент, о котором нужно помнить. Нельзя использовать null отдельно. То есть, если вы скажете, что у вашего свойства будет null, то у вас это вызовет ошибку. С другой стороны, логичное примечание, зачем создавать свойства, у которого изначально будет единственный null. Ну, это было бы странно. Я увидел ваши пятерки. Спасибо, я и рад, что эта штука, кажется, вам тоже понравилась. Следующая штука, которую я сначала, честно скажу, принял немножко с недоверием. Потому что выражение match, посмотрите, очень сильно напоминает комбинацию свеча и, в принципе, дублирует работу свеча и напоминает что-то похожее на массив. То есть, мы такой синтаксис где-то видели. Пять следует печали, пять строка следует пятый. Вот, что это такое? Дело в том, что вы знаете, что в PHP появились давно-давно, во-первых, стрелочные функции. Во-вторых, обычный оператор свеч не позволяет гибко, быстро, в одно выражение написать что-то, что будет у нас возвращаться в какую-то переменную. Ну, да, конечно, мы можем там указать переменную прямо внутри и присвоение ей какое-то дать. Но так, чтобы сказать, что эхо и сразу распечатает какой-то вариант в зависимости от того, что мы подадим на вход, это немножко непривычно. Давайте попробуем этот десерт, что они там нам предлагают. Вот такой вот вариант. Ну, давайте этот один. Я сейчас забираюсь и тоже его вот сюда вот стармливаю. Давайте посмотрим. Я говорю эхо, мычь и дальше вот сюда приходит у нас, так, не выполнен, строка пятерка. Опа, пятерка. Та-два еще пятерка прошла. По пятерке мы принимаем слово пятый. Смотрите, пожалуйста, слово пятый. Я, возможно, зря не скопировал вариант со свечом, потому что, возможно, ну, как бы, может быть, вы давно его использовали или просто не используете. Посмотрите, что у нас со свечом. У нас со свечом в PHP идет нестрогая проверка. Правда, да? Смотрите, приходит вот сюда пятерка строка. Пятерка строка сверяется с пятеркой, чем число. Они получаются равны, правда, при сравнении. У нас получается печаль. И вот до вот этого мы уже сейчас вот тут не доходим. Можно так, чтобы это было более, скажем так, явно видно. Вот таким вот образом. Видите, печаль идет из единички. А вот это слово пятое, оно используется вот отсюда. То есть, по большому счету, МЭЧ – это аналог некоторой замены свеча. Если вы сейчас подумаете, как я, что МЭЧ – это аналог тернарного оператора для ИФА, я думаю, что мы не сильно прогрешим, если так скажем. Ну, все правильно. Тернарник позволяет сразу что-то вернуть. МЭЧ тоже теперь позволяет что-то вернуть. Полезные свойства. Ну, моя изначальная критическая оценка этому введению, она немножко подослабла. То есть, я пришел к мысли, что, в принципе, это не вредно, нормально. Жду ваших оценок. Напишите, пожалуйста, как вы восприняли эту штуку. Мне будет очень интересно. Да, на четверочку. Ну, видите, какие оценки неплохие. Это, можно сказать, хорошо, сойдет. Польза, возможно, будет. Окей. Давайте заценим, как вам понравится оператор NullSafe. Это же замена свеча. Ну, мне нечего добавить. Комментарий просто в точку. Я бы не сказал полная замена, да. Но это как бы такая параллельная альтернатива. Можно так сказать. Для того, чтобы показать работу NullSafe оператора, нам придется позаниматься тем, что, возможно, не хочется делать вечером, а проанализировать, посмотреть код. Да. Давайте сделаем паузу, у нас там написано стоп и посмотрим, что у нас есть перед глазами. Сразу спойлер. Ничего такого особого нет. Во-первых, у нас прописывается класс автор. Имеется в виду автор книг. Там, если вы читаете, там, Мэтт Занстра, или там какой-нибудь Дуглас Крокфорд, кто-нибудь еще. Здесь есть два метода в этом классе. Во-первых, конструктор. Ничего примечательного. Сразу пользуемся public name, public age. Помните, да? Это модификаторы доступа. Круто. Дальше. В getName в методе возвращается имя, которое мы назначим в самом начале. Тоже ничего интересного. Дальше. В book мы говорим, что есть public title и public author. Да? Здесь не указан тип. Ну, я не помню, почему я его не указал. Может быть, что-то поместилось. Может быть, просто не обратило внимания. А может, просто скопипастило в примерах. Я, честно говоря, не помню. Вот. Но не в этом суть. Суть в том, что мы хотим с вами создать такую переменную example. Такую переменную example. В которую мы хотим поместить вот это имя писателя. Я очень сейчас переживаю, что вы скажете, что этот пример, скажем так, не стоит того. Потому что, конечно же, я искусственно создаю экземпляр и тут же сразу создаю переменную example. Но представьте себе, что example идет где-то совсем в другом фрагменте, в другом месте. А объект у нас инициализирован как экземпляр класса, который создается в недрах нашей CMS. Или там какими-нибудь конфигураторами или сервисами. То есть потяжелее пример. Вот смотрим. У нас создается автор с именем и с возрастом. Вася 45 лет. И он становится свойством автора. Вот этим вот. А где? А свойством вот этим автором в буке. И мы хотим, внимание, если у нашего бука есть автор, он же может и не быть, или он может быть каким-нибудь специфическим. И если у автора есть имя, name, то тогда мы хотим, в общем-то говоря, получить это имя в качестве результата. Итак, если мы работаем с вами на PHP 7, самый интересный слайд уже начинается. То мы начинаем проверять. Если бук у нас не null, ну так, чтобы совсем пафосно, то автор равняется бук автор. То есть получили автора. Если автор не null, то получили имя. Если имя не null, в эту переменную в экземпл мы что-то записали. Понятно, что тут местами где-то возможно пафосно. Но, друзья мои, это реальная, действительная ситуация. Мы можем проверять, вот так вот углубляясь в экземпляр класса, дальше и дальше, значение. И на что это теперь все превращается? Зацените. Бук вопросик стрелка, автор вопросик стрелка, get name. 5.25. То есть у меня превращаются, сколько там, 10 строк в одну стручку. И в экземпл я получаю эту величину. Я не могу не вспомнить случай, когда у меня один из слушателей на курсе про джаваскрипт сказал. О, я не люблю делать так, как вы делаете. Почему? Потому что мне платят за количество строк. Как бы он воскликнул сейчас, если бы мы предложили ему писать вот это. На мой взгляд, это непривычное, но очень серьезное улучшение. Но я боюсь, что возможно вас сейчас немножко подвину, тоже оценки хорошие ставить. Ставьте то, что считаете нужным. Напишите, как вам это понравилось или нет. А я, чтобы дать время вам переварить сказанное, потому что, на мой взгляд, то, что мы рассказываем, оно, конечно, заслуживает не 45-минутного просмотра, а спокойной беседы. Может быть, чуть больше дольше, может быть, чуть больше развернутой. Но у нас, как обычно, нет времени, мы все спешим. Вот, пожалуйста, пример. Целиком и полностью вам в чат копирую. Те, кто будут смотреть записи в вебинаре, придется просто презентацией воспользоваться. И мы такой говорим, опа, создан экземпляр-автор, вот он отработал, создан бук, вот он отработал. И вот он у нас, Вася, все распечатывается. Огонь, огонь. Слушайте, по-моему, это первая фишка, за которую поставили все пятерки и одну десятку. Да, я чувствую, вот эта штука вам зашла огненно. Ну, очевидно, потому что именно с этой проблемой, скорее всего, наверное, я предположу, вы сталкиваетесь, и она для вас является, в общем-то, горячей проблемой. Двигаем дальше. Давайте посмотрим на, ну, такую, не слишком сильную, важную вещь, но тем менее, чтобы на ней не попасться, улучшенное сравнение строк и чисел. Смотрите, мы сейчас с вами этот пример сразу будем обыгрывать в сравнении с, чем, с разными версиями работы PHP. Вот здесь до 1, вот здесь до 2, давайте начнем с 7, 4, 8, да? Смотрите, если мы проверяем на неравенство и на равенство строк, то у нас в этом случае срабатывает, что? Вот здесь вот эта вещь не срабатывает, потому что они, получается, не равны, а вот эта вещь срабатывает, потому что они равны. Ну, мы так вспоминаем, вроде это было, да, там, ноль, число, ноль строка, да, было, поэтому тройные знака, это обычно используется. Теперь мы проверяем, что будет, если мы сделаем два раза. О, смотрите-ка, какой класс! Ноль число не равно фу строка. Ну, такая вот мелочь, но появилась в PHP восьмом, и теперь о ней надо помнить и применять. Даже не знаю. Я, скажем так, не то чтобы сильно в восторге, не в восторге вообще по барабану, главное теперь эту вещь использовать. Помнить, что при сомнении у нас будет вот такая вот штука. Идем дальше. Следующая часть тоже такая, не слишком, очень уж критическая. Смотрите, у нас, когда мы используем какие-то функции, у нас описаны обычно в документации сразу типы аргументов, которые должны прийти. И вот некоторые из функций, а не некоторые, ну, многие из функций, скажем так, они обычно дают ошибку, не ошибку, а вонинг при работе. Ну, давайте вспомним, например, функцию каунт. Ну, вы же помните, что функция каунт считает количество элементов массивным. Ну, вот мы берем и неправильно ее используем. Мы говорим, что у нас каунт тест, да, но мы сделали нехорошо. HP 7 версии говорит, ну, вот параметр должен быть массивом или объектом, который выполняет каунт тейбл. 5.25. Мы и так это знаем. Но при этом он вам единичку выводит, пожалуйста. Он говорит, одна штука. Забавно. Давайте посмотрим, что теперь в 8 версии. Более строго. У нас сейчас ждет ошибка. Нельзя использовать, потому что, читаем вместе, аргумент первый, ну, первый аргумент должен быть типа каунт тейбл или арейт. То есть, если раньше они там типа можно, нельзя, но может быть не надо, то теперь это конкретное жесткое требование. Раз, ну, в целом хорошо, меньше однозначностей. И плюс, обратите внимание, вот вы сегодня уже с этим сталкивались, каунт тейбл и арейт, помните, мы говорили юнион тайпс, да. Это объединение типов, вообще круто, то есть, или то, или то, может быть, замечательно. Тут уже на уровне самого PHP проверка идет, да, то есть, уже тут не просто для редактора какая-то подсказка. Вот, вот такая вот классная речь. Не буду сильно сейчас спрашивать, понравилось или нет, такая мелочь. Следующее, следующее, мы пройдемся сейчас по новым классам, интерфейсам и функциям, которые появились. Качественникод, спасибо, Антон, класс. Супер. Значит, смотрите, появилось много чего нового. Некоторые вещи, которые я сейчас буду показывать, конечно, предполагают, что вы знакомы, скажем так, с некоторыми другими, связанными с ними вещами. Если не знакомы, не страшно, посмотрите в свободное время. Значит, появилась weak map. Это слабая карта. Значит, в чем идея weak map? Тут, пожалуй, надо сначала просто рассказать. Кстати, кто с JavaScript, наверное, связывался, давно-давно с этой концепцией не могли сталкиваться. Вот в PHP такое первый раз. Вот смотрите. Вот мы создаем пару экземпляров класса STD-класс. Ну, это такой класс пустышка, как в JS. Мы просто фигурными создаем, тут просто класс без ничего. Мэпами или картами обычно обозначают нечто очень похожее на массив. Я не говорю, что массив. Очень похожее на массив. Но в качестве ключей которого могут быть другие типы данных. В данном случае объекты. То есть, например, если мы говорим, что S от 0,1, то есть от объекта равняется единичка. Ну, если вы раньше с этим не сталкивались, то сейчас, может быть, залез мозг. Как? Может быть, ключ объекта? Но с другой стороны, на самом деле, это абсолютно классная концепция. Я подкажу к слушателю в аудитории и говорю, там, Иван Иванович, за какой партой сидите? Я обращаюсь к слушателю, к объекту, к ключу. Он говорит, я сижу на каком-то стуле. Вот спрашиваете, Евгений, а зачем это нужно? Я так понимаю, что пример со слушателями у меня сейчас не очень сильно зашел. Ну, давайте другой еще какой-нибудь пример. Допустим, смотрите, допустим, у нас есть какая-то необходимость, скажем так, сопоставить программно, объектно-ориентированном стиле работы. Например, скажем, компаний и сотрудников, которые в этих компаниях работают. Если вы в качестве ключа, ну, там, массива, зададите идентификатор компании или название компании, вас, конечно, никто не осудит, работайте так, как вам удобно. Ну, а работая в объектно-ориентированной парадигме, компания – это класс и, соответственно, объект класса. Сотрудник – это класс и объект класса. Правда, да? Тогда можно сделать карту, которой будет соответствием между компаниями, ключи, как компании идут, и сотрудниками, вот именно при помощи, например, WICMAT. Помните, я сейчас, может быть, неудачно буду на джессе пример приводить, да простят меня те, кто сегодня нашел время, подключился. Забыл. Пока просил прощения, забыл. Сейчас, одну секунду. Да, вот, вспомнил, спасибо. Помните такую фишку, когда у нас мы смотрим проход по массивам в цикле в джаваскрипте. Ну, нормально это воспринимается, все классно. Но как только мы изучаем, что у джаваскрипта, у массивов есть метод for each и метод map, мы вдруг понимаем, что мы вышли на новый уровень, мы вышли на уровень именно такой джаваскрипт-стайл, очень классного, мощного стиля. Здесь грубая аналогия, отсылка к этому. То есть мы работаем с массивом, массивом, потом бац, и переходим на ООП. И у нас есть вот такая связка. Евгений, плюсик поставьте, если мой пример вам понравился, или ничего, или минус, если совсем не пришло, я буду, как бы, опять для себя какой-то вывод делать. Спрашивает Антон, а сортировка по ключам к картам в кате, то есть функции Ray, применимы к картам? Антон, к стыду своему не стал, не тестировал это еще. То есть рассказываю то, что знаю пока что, вот это не пробовал. Ну, я думаю, что в скором времени мы это протестим. Окей? Вот такой вот классный вариант. Так, и это была предыстория, друзья. А теперь, а теперь этот самый, ну да, это вы прошлись четко на 3 гигабайта над монос. Но теперь давайте поговорим, что же делает этот викмэп. У нас все сошло на объяснение, что такое викмэп. Да, как, в чем его фишка. Вот если мы работаем с встроенным SPL Object Storage, вот с этой штукой, и помещаем в наше хранилище, в Storage объектов пару значений, то, медленно, да, когда меняется ключ, объект в одном, ну, как бы в этом хранилище, один из ключей меняется, то у нас в SPL Object Storage сохраняются, внимание, и первое, и вот это второе значение. Ну, так вот он задумал. То есть вы один раз ключ запулили, потом уже сам объект изменили, а он такое чувство, что там по значению завис, и там где-то болтается. Так вот, викмэп позволяет нам от этого избавиться. Да, ну, опять же, если вы не сталкивались с SPL Storage, тяжело оценить прелести, но давайте посмотрим. У меня заранее специально скопирован SPL Object Storage, так, восьмая версия у меня включена, давайте посмотрим. Вот смотрите, я создал SPL Object Storage, создал два экземпляра STD класса, сказал, что они являются ключами, и сделал объект O1 единичкой. Согласны, да? Посмотрите, пожалуйста, я изменил его вот тут, а он поменял вот тут ключ. Это что такое? Это вообще как так можно? Это зачем так? Это боль. Ну, и, видимо, разработчики точно так же рассуждали, сказали, конечно, боль. Пусть будет доступен и викмэп. Окей, смотрите, с викмэпом. Если мы этот ключ не чистим, не обновляем, у нас два значения, вот они. А если мы объект, ну, переменную с экземпляром класса instance, да, если мы его в единичку сбрасываем, он говорит, ну, какой же это тот мэп, который мы планировали раньше. Нет, теперь нам на него надо что сделать? Почистить, и мы такие раз, и он остается один. Ну, вот, как-то так. Я, если честно признаться, с викмэпом не работаю часто, но концепция его ясна и понятна, и вот это изменение, которое появилось, ему тоже достаточно логично и понятно. Плюс они те, в смысле, поставьте оценку, как вы оцениваете этот ответ, если сталкивались с этим фрагментом кода. Ну, если не сталкивались, я думаю, что лучше здесь никакую оценку не ставить, потому что, ну, это будет совсем. Мы идем дальше. Следующий это интерфейс stringable. Ну, я когда смотрел, как голосовало сообщество пичпишников за этот интерфейс, по-моему, там не все голосовали за. Ну, такая чистая фишка. Короче, если у вас, ваш класс, содержит магический метод toString, да, то в этом случае он, говорят, будет реализовывать интерфейс stringable. То есть это вот как с countable, помните, там такие интерфейсы были, так и тоже со stringable этим. Ну, берем, говорим, окей, ты поддерживаешь, да, я поддерживаю. Если мы возьмем версию седьмую, там ничего подобного не будет, проверяем, ба-бах, ничего нету, stringable нету, хотя ошибку видели, она не дает, интересно, конечно. А вот здесь он говорит, что все окей. Зачем это нужно? Все очень просто. Мы перебираем там какие-то объекты, какие-то кучи экземпляров и говорим, если он у нас в stringable, то что-то делает. Правда, да? Или там мы указываем аргумент по функции и если собираемся объект превратить в строчку, ну, например, у нас есть товар-книга, мы хотим получить на основе этого экземпляра объекта разметку. У нас есть метод toString, который на основе свойств бук, товара какого-нибудь, возвращает эту разметку. Пожалуйста, можно использовать stringable. Сказать, что это крутое изменение, язык не поворачивается. Полезно? Ну, пожалуй, дополнительный интерфейс, почему бы нет, вполне, не знаю. Мне кажется, в восторге вы будете больше не от этого нововведения, а от следующего. Так, идем дальше. А вот по следующему я попрошу в конце обязательно поставить свою оценку, потому что то, что появилось в JavaScript, не помню, то ли в 2015, то ли в 2016 году, как метод у строчек, у нас в PHP появляется в конце 2020 года. Это строковые функции, которые, в общем-то, возвращают нам true или false, если мы что делаем, проверяем, начинается, содержит ли строка «ехал грека» слово «ре», начинается ли строка «ехал грека» с букв «ех» и заканчивается ли «ехал грека» на слово «река». «Блин, почему только сейчас?» Я за одним числом теперь смело бью себя в грудь и говорю, «Блин, ну как? Почему раньше не было?» Я думаю, что вы можете согласиться с этим подходом. Пожалуйста, 1-1-1 начинается с «ех», заканчивается на «река». Огонь, понятно, доступно. И как бы в стиле PHP, да, что-то там подчеркивание. В питоне тоже, я беру на заметку, с питоном не сильно продвинулся за прошлый год, просто потому что, честно говоря, подзабил на него, не было времени. Так что, видите, огонь. Одни пятерки сплошные, и это по достоинству. Следующая функция, появилась новая функция, следующее нововведение, это функция FDIF. Это функция из семейства «Елки-палки», а зачем это? Как же регулярки? Как же существующие сабстры? Ну, видите, на мой взгляд, еще одна причина, по которой эти фишки появляются, ну, про регулярки я не говорю, они все-таки порой требуют дополнительных знаний, опыта. Скажем так, для некоторых они тяжелы. По поводу сабстры, да, котик подмечает, что медленнее. По поводу сабстры можно, конечно, подискутировать. Но, Антон, я позволю себе, возможно, такое не, не труп утверждения, не утверждения такого чистого, ярого, прокуренного PHP-шника, если можно так сказать, а человека, который работает и в PHP, и в JavaScript. Мне сразу воспринялось это нормально. Я помню методы, которые есть в JS, я помню методы, которые, и функции, которые есть в PHP, и мне как-то так по душе приятно. Конечно, это не аргумент в споре, по душе приятно, но, с другой стороны, на мой взгляд, это удобно. Ну, как бы, право наше решать, да? Окей, хорошо. Следующее идет, это FDIF. Честно, вообще не в восторге. Мне эти штуки с вот этими вычислениями категорически не нравятся. Может быть, потому, что я с ними уже всего начал держать, может быть, потому, что я с ними... А, ты, из-за вложения, окей, супер. Может быть, потому, что я, в общем-то, на практике не оценил это в полной мере. Вот. Вот смотрите, что у нас получается, когда мы делим, ну, давайте там, в PHP версии 7, смотрите, что получается, когда мы в версии PHP 7 делим. 3, 4 на 5, 6 получается вот так. 3, 4 на 0 у нас получается warning division basero. То есть, во-первых, warning, да? Потом отображается Infinity. Окей. Да? Теперь смотрите. Теперь мы включаем версию 8. Дышь, что у нас получается? Опа! Друзья мои, на 0 делить теперь нельзя. Да? То есть, на 0,0, число 3,4 делить нельзя. Да? А... Ничего не могу добавить. Хорошо делить на 0 или плохо это делить на 0. Как бы, это такой вопрос. Как вы привыкли? Что вы ждете там? Вот. Но, тем не менее, получается, появляется вот такая вот функция, которая призвана теперь сделать возможным деление на 0. И опять получаем то же самое inf, то же самое обозначение Infinity. Ну, не знаю. Если бы мне сейчас дали возможность ставить оценку, я бы поставил не очень маленькую, но не очень большую. Ну, вот здесь 5. Чищет. Ну, вот видите, как там тройка изложения. Тут уже зашла пятерка. Видите, как кто использует. Прекрасно, друзья. Двигаем дальше. Да, смотрите. Один момент. Я должен сейчас сделать техническое объявление. У меня еще достаточно много еще много фишек, которые я быстро даже просто хотел бы показать. Но по времени наш вебинар должен завершиться вот прямо здесь и сейчас. Поэтому я должен заранее сказать всем спасибо, кто, может быть, запланировал 45 минут, а выходит больше. Пожелать вам удачи и напомнить, что этот вебинар во многом благодаря проводится тому, что те, кто приходит на вебинар, потом со временем смотрят его и приходят к нам на курсы. Поэтому, если вы не были на курсах или вы ее очень давно, но забыли, или переходите с другого языка программирования на PHP, я жду вас. В этой презентации будет потом ссылка на ближайшую дату курса, которая там будет. И сама презентация тоже вам будет доступна. Я заранее вам благодарю за активность и плюсики. Спасибо огромное. И теперь, когда вот этот груз ответственности о том, что он тайминг у нас не получается, у меня позади, я со спокойной душой, даже если кто-то там поспешит домой, там на литвичку, я не буду переживать, буду в своем режиме работать до упора, пока не расскажу все, что хотел. Окей? Плюс они девчата, поддержите меня. Хорошо? Странно, но я чувствую, что это помогает. Спасибо. Супер. Идем дальше. Класс, 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 класс. Появляется вот такая интересная функция, которая называется GetDebugType. GetDebugType. Что-то как-то звучит интересно. Во-первых, у нас есть функция GetType. Помните, да? Ну, есть SetType, GetType. То есть это мы помним. И тут появляется GetDebugType. Это странно, это интересно. Зачем? Ну, оказывается, эта функция позволяет нам в общем-то в несколько ином виде отдавать значения, чем те, которые мы привыкли. Стоило ли ради этого заводить новую функцию? Не знаю. Возможно, если мы будем использовать, работать с ней в общем так, как хочется и как нам удобнее, то возможно стоит. Я вот сейчас возьму, попробую вот так вот GetType. Почему я сразу это не сделал, не помню. Здесь почему-то разницы я не вижу. Так, одну секунду, друзья. Сейчас я попробую так вот какие-то явные отличия быстро показать. Я помню, что какие-то были явные. Сейчас, секунду. Ну вот смотрите, по строке он мне вернул то же самое, а вот в чем заключается разница. Если мы работаем с числом, то он возвращает нам не integer, а он возвращает нам int. Если мы работаем с GetType, он тут возвращает дабл, а тут возвращает в силуонт. Ну, опять же, я субъективно это не часто сильно использую в работе, хотя может быть и надо успояться почаще работать, поэтому я не могу сказать, что я сильно-сильно в восторге вот этого от этой новой функции. Двигаем дальше. Следующая функция GetResourceID. То, без чего мы не смогли бежать когда мы работаем с ресурсами, вы помните, что такое ресурсы, это когда мы читаем файлы, ну, при помощи там FF Open, да, там, и так далее. Это когда мы работаем с картинками, это когда мы работаем с чем еще, с изображениями, еще там какой-то пример был, файлы, картинки, ну, неважно, ресурсы. Если мы выводим просто так переменную, в которой хранится ссылка на ресурс, вы наверняка помните, там в PHP всегда писалась фраза типа ресурс в английском, и дальше идет номерок, и там первый, второй, или десятый, какой номер внутри PHP, внутри текущего скрипта, этот ресурс по счету. Ну, такая специфическая штука. Сейчас сделали явно возможность под указание такого идентификатора вернуть его в качестве числа. Возможно, это может пригодиться, если вы там плотно, где-то глубоко работаете, опять же, с теми же картинками, или с теми же кем файлами. К сожалению, к моему большому, вот эту штуку не получится сейчас посмотреть прямо в нашем вот этом сервисе, потому что там отключены, отключен просмотр работы с некоторыми функциями, с этой в той числе. Ну, как вы помните, я подстелил заранее соломки и у меня готов интерактивный шелл работающей спички и все, что мне теперь надо сделать, это поочередно, ну, я буду поочередно целиком отработать эти все вещи. Вот у нас стандартный выводится ресурс ID номер, вот он, да, HCR выводится смешно, я думал, что это браузер будет вариться. А вот у меня выводится get-resource ID, это номерок, который был вот здесь. Ну, даже не спрашиваю о цен, поставите, оп, не поставите, нет, просто возврат ID-шника ресурс. Дальше, оооо, дальше держитесь. У тебя будет тема для теоретиков и для тех, кто, возможно, когда-то собирается в глубину совсем копнуть. мы, наверное, все знаем или догадываемся, что каждый язык, когда анализируется, производится синтаксический анализ, выделение токенов из языка. Что такое токены или токены? Я сейчас не о криптовалюте говорю, я говорю о фрагментах языка, ключевых словах, фрагментах части функции и так далее. Так вот, у нас была, есть функция под названием token get-all. функция как функция, ничего не скажешь, если вы на вход передаете в нее PHP код, она возвращает вам перечень этих токенов. Я надеюсь, вы меня сейчас не спросите, зачем это нужно, потому что есть ряд задач, которые предполагают такой низкого уровня работы с кодом, анализ кода, какую-то интерпретацию, возможно, там еще какие-то специфические вещи. Я, например, никогда не работал до того, как познакомился с этой фишкой, с этим инструментом. Но еще раз, потенциал для учебных целей и, возможно, для таких вот каких-то сугубо тонких библиотечных есть. Так вот, появляется классный метод tokenize у класса PHP token, статический метод, спокойненько вызываете, спокойненько выводите, и у вас там что-то появляется. Если памятник не изменяет, эта штука должна работать у нас, и быстро показать пример. Давайте посмотрим, как это PHP 8 у меня, column define token get all. Видите, у нас здесь отключена эта функция. Ну-ка, а tokenize работает? Блин, tokenize не работает в этом онлайн-сервисе. Друзья, онлайн-сервис это обычно хорошо, но вот видите, не в этом случае. Вот эти вот угловые скобки, они свели с ума этот сервис. Придется нам еще раз воспользоваться чем ну в общем-то нашим целом. Давайте. Пожалуйста, посмотрите, какая красота. Не все, наверное, оценят эту красоту. Вот, я говорю, что это? Первый идет токен, это угловая вопросик PHP. Круто! Следующий токен, это function. Куда это взялось? Ну вот он, вот он PHP, вот он function, вот он и все разбирается. Несмотря на то, что я работаю с этим инструментом, не работаю, я ставлю пять с плюсом, потому что много лет назад, конкретно 12 лет назад я работал на кафедре программного спечения, там занимался теорией языкового программирования методами трансляции и я в восторге от тех вещей, которые там существуют и тем, что люди делают. Поэтому это имеет большой потенциал. Ну, наверное, возможно, не для нашей постоянной работы. Идем дальше. Следующая вещь, вот это меня просто сразило наповало. Дело в том, что вы наверняка знаете, что где-то полтора года назад стандарт HTML стал живым стандартом. То есть, если вы зайдете на стандарт W3.org.tr.html, он вас передрисует на сайт WTWG.org. Ну, если вы не знаете, то теперь знаете. Так вот, DOM стандарт это теперь живой стандарт Document Object Model объектной модели документа. Интересно. Реализация DOM Document Object Model в PHP есть, существует, и она там классно работает. Конечно, с учетом того, что там не все вещи можно реализовать, она работает где-то там, скажем, более широко покрывает функционал стандарта где-то меньше, но вот сейчас добавились новые, в общем-то говоря, инструменты. Я из этих инструментов выделил Child Element Color специальное свойство, которое теперь появилось у наших дом-объектов. Это означает, что вы можете теперь, а, и должны следить за тем, что происходит в Document Object Model и смотреть на обновления те, которые появились в PHP. То есть, новые свойства, новые методы под вот этот стандарт. то есть, еще раз, почему я был серьезно озадачен. Я давно не заглядывал в этот документ Object Mode, а тут бац, и в PHP новые вещи, новые свойства, новые методы. А, это означает, ну, значит, что и для JavaScript нужно пересмотреть этот стандарт, и в PHP теперь покопаться с этими свойствами и методами. Ну, в общем говоря, теперь понятно, почему. У меня было такое состояние, которое выразилось в серьезном удивлении. Ну, Дом Документ, к сожалению, не подключен у нас опять в этом сервисе, увы, поэтому попробуем сейчас его выполнить вот здесь. Здесь все отработало, и, пожалуйста, проверяем. Давайте прочитаем, что здесь написано. Создается экземпляр Дом Документа, потом в этом документе создается элемент books, потом создается отдельно, что элемент book со словом PHP 8, то есть у нас получается структура, состоящая из корневого тега, и внутри один единственный тег book со значением PHP 8. Дальше в корневой тег добавляется этот, ну, как я сказал, дочерний OpenChild, потом к самому элементу корневой прибавляется, и потом его будем, сколько у нас ChildElementCount в буксе 1, а сколько дочерних у нас элемент, именно каунт, элемент, где в буксе ни одного, то есть там есть текст, но это уже не элемент, то есть, вот такое вот нейтральное, можно сказать, нововведение. Идем дальше. Ну, здесь во все голосное огонь разрешена запятая в конце списка параметров и в списке use замыканий. вот, что бы я тут хотел сказать. Теперь мы можем, по идее, раньше уже там в последних версиях всем что-то могли, но теперь точно можем указывать внутри функций и методов, да, при вызове, запятую после последнего аргумента. оцените. Если вы сейчас оцениваете, ну, там, для себя, эти в чате не совсем позитивно, вдруг, то я должен возразить одно откровенно. Почему? Да потому, что очень часто наши аргументы занимают достаточно большее значение, чем А1, А2 и А3. Вот я вижу плюсы, пятерки, четверки пошли. Правильно. Потому что если я буду вводить много значений, они у меня будут по стандарту, я имею ввиду по PHP, да, PHP рекомендации, PHP, фиг, помните, да, вот эти вот, PSR, PSR, да, рекомендации, они будут у нас рекомендацию размещаться на отдельных сточках. А тогда, если мы работаем в каком-нибудь там редакторе, то однозначно вот так вот удобно делать, да, и это огонь, нововведение. Мелкое, но такое вот приятное, классное, и я просто от него действительно в восторге. С другой стороны, как верно подметили на сайте с документацией PHP, это нововведение немножко противоречит PSR, то есть рекомендации. То есть там по идее наоборот запятую последнего аргумента рекомендовали не устанавливать. Следите за новостями, я думаю, что со временем там скорее всего тоже это ведут, потому что ну не может быть PHP, PHP, и PSR рекомендации сильно друг с другом противоречить. Вот такая вот классная штука. Идем дальше. Блок кетч без указания переменной. Здесь, пожалуй, можно даже обойтись и без демонстрации, все сразу на слух все воспримут. Ну вот он, есть блок трайк. Вот у нас тут генерируется исключение, ха-ха, ничего сложного. Вот тут мы берем говорим кетч, отлавливаем в некоторую переменную R, которая будет экземпляром exception, то есть вот это вот, да, и дальше с ней работаем. Стоп! А вы видите, мы с ней не работаем. То есть, это что означает? В некоторых случаях надо работать с экземпляром исключения, а в некоторых случаях с ним работать, что делать? Не надо. И если мы выполним кусочек кода, который не укажет вот эту переменную, в седьмой версии будет ошибка. А если мы эту переменную укажем, ну вот как мы будем в глаза смотреть тем, кто нас будет критиковать? Да, то есть, что говорит, а зачем ты пишешь R, если там никакого R нет? Блин, ну, походу, давно должны были эти придумать. Ага, отлично, а как теперь? Вы просто берете эксепшн, пишете, и все счастливы. Давайте посмотрим, как это работает. Ты дышишь? Ошибка, прекрасно, никакого, никакой другой переменной, на 4 символа сократили скорость работы, тогда зачем вообще указывать эксепшн? Ну, это, кстати, хороший вопрос, зачем тогда эксепшн указывать, видите? Ну, вот, Дмитрий, это хороший вопрос, почему они сразу не перешли на следующий шаг, потому что, хотя понятно, что в принципе у нас там должен быть какой-то эксепшн. Но я подозреваю, знаете, там есть в PHP, я помню, есть, 9.0, огонь, я помню, что там есть, по-моему, если я не перепутал, ничего, несколько вариантов записи кэчей, я могу ошибиться, но по-моему, есть. И в этом случае мы генерируем ретонное исключение, можем в какой-нибудь из этих кэчей выскочить. По-моему, так, по-моему, там что-то было. Я не задался вопросом, когда презентацию готовил, но по-моему, там что-то было. А так, если смотреть вот на тот фрагмент, как сейчас, это резонный вопрос. Да. Друзья мои, ну, следующая фишка, она такая, такая, ну, ни рыба, ни мясо. Я не нашел для вас классного примера, который бы ее поддержал. Короче, смотрите, есть переменная бар, она равна непонятно чему. Потом мы ее интерпретируем внутри строки и из этой строки сразу при помощи синдекса с квадратных скобок достаем какой-нибудь символ. В данном случае я достаю букву О, если взять этот символ, там индекс побольше, 0, 1, 2, 3, то я получу двойку и так далее. Ну, не знаю. Ну, назовите мне какой-нибудь крутой пример, который я с уверенностью мог бы слушателям тоже рассказать, что это круто. Я не вижу такого примера. Это не означает, что его нету, но я его не вижу. Не знаю. А вот следующее изменение, оно очень интересное. Ой, прям вообще такое любопытное. Смотрите. Пространство имен. Знакомая тема, да? В PHP 7 PHP рассматривает пространство имен вот этот вот, например, какой-нибудь айтер, наверное, айтер я хотел написать, айтер написал, айтер и FL как отдельные токены, последовательные стокены. Вы чувствуете подставу или не совсем? Это был риторический вопрос. Если ответите, конечно, круто, но если не ответите, ничего страшного. Вот смотрите. Вот смотрите. Берем рам. Смотрите, что происходит. PHP говорит нам unexpected FN expected identified. Перевожу на русский для тех, кто не в теме. В PHP появились стрелочные функции, друзья, давно уже. Вот. И слово FN это слово является за резервированным слогом. И автор этого нововведения, по-моему, Никита Попов, короче, самый такой продуктивный автор в количестве нововведений, он говорит, что за ерунда? У меня есть библиотека, была, есть, которая использует FN, а теперь появилась PHP, FN, стрелочная функция, и у меня все сломалось. Как классно быть автором с автором PHP. Поэтому он говорит, а давайте восьмой версии, вабах, скажем, что вот это будет рассматриваться как один токен, чтобы нам можно было сделать пространство именной FN и дальше работать с такими функциями. Работает. Нормально. Теперь восьмой версии у нас Namespace осматривается как один токен. Ну, это такая как бы внутренне основная штука. С другой стороны, представляете, у авторов библиотек не будет запарки по поводу наименований, какие будут встречаться у вас вот есть. Ключевые слова, ну, окей, в чем проблема. Как-то вот так. Пожалуйста, покажите, какую оценку вы сейчас поставите за это нововведение от единицы до пяти. Вот, мне любопытно. Потом я скажу, какое мнение у меня по этому поводу. 5, 5, 3, 5, 5, ну вот, друзья, на самом деле у меня тоже 5. Почему? Потому что пространство имен и как бы EOP, вот это вот все, оно как бы все больше и больше распространяется, приобретает больший, скажем так, момент использования для вновь входящих существующих разработчиков. Завтра на канале очередной ролик запилю по тому, как при помощи композера сделать отзагрузку своих классов. Так что это дело очень важно. Двигаем дальше. Теперь у нас появляется выражение throw. О, ничего себе, что это такое? Дело в том, что мы хотели бы иметь возможность использовать возврат исключения из стрелочных функций или в каком-то еще контексте. Мы хотели бы работать с этим как с инструментом, позволяющим это исключение где-то генерировать и вернуть. Маленькие напоминания. Обычно мы с этим работаем где? В тройке. А тут мы можем просто сказать throw new exception. У нас есть какая-то функция, в случае чего вернуло у нас какое-то исключение. По-моему, такая классная вещь можно использовать. На практике убейте себе на заметку. Идем дальше. Добавление класса, свойства такого класса для объектов. Это очень интересное введение. Я здесь немножко замедлюсь. говорят, что относительно давно было использовано, было разрешено использование вот этого свойства, я бы даже сказал, что его можно назвать статическим свойством, хотя оно же явно не прописывается, но это как функционал PHP. Когда мы записываем, например, пространство имен нашего класса, сам класс, и потом двоеточие двоеточие класс вызываем, и он там возвращает какое-то обозначение. Но этого нельзя было делать у кого непосредственно самих объектов. А теперь это у объектов делать позволяется. Я прошу вас не спешить ставить здесь какую-то оценку, а допустим, представьте себе, что у вас есть огромное количество, ну, в общем-то говоря, классов. Ну, например, массив товаров, там есть книги, журналы, телефоны, смартфоны, непонятно, что еще. И ваша задача узнать, какому классу тот или иной приходится. То есть, как мы делали раньше, проверку на интерфейс. Или возвращаем там при помощи каких-нибудь встроенных функций PHP, там, типа get класса, или что-то типа того. теперь теперь просто нового объекта вызываем двоеточие двоеточие класс и у нас появляется название класса. Как вам это? То есть, мы работаем, мы спрашиваем, какой класс, зная, какой класс, уже можем дальше какие-то движухи выполнять и, в общем, выполнять. На мой взгляд, опять, я боюсь повлиять, конечно, на ваши голоса, как бы, невольную подстегу, но на мой взгляд, это супер такая классная штука, заслуживающая внимания, уважения, которую надо в практике взять на вооружение. Более строгая проверка типов для арифметических побитых операторов. Ну, я здесь, честно говоря, не могу ничего сказать хорошего, но, наверное, более строгая проверка это круто. Ну, то есть, если мы раньше там могли что-то делать, сейчас можем, ну, я не знаю, я обычно такие вещи стараюсь не писать, когда один массив со значением делится на другой массив. Вот сейчас это дает у нас Type R. если мы выберем, например, 74.8, то он нам скажет, что получает целое число. Ну, как-то странно. Остаток деления массива на массив, блин, ну, это хорошо. Наверное, хорошо, что они это сделали жестче, пусть будет так, окей. Дальше. Вот эта вещь тоже достаточно пикантная, короче, я надеюсь, вы сталкивались с трейтами. Если не сталкивались, то трейты, уф, это кое-что похоже на абстрактные классы, но содержащие код, который можно подмешивать в другие классы, и он там будет выполняться, его там нужно будет реализовывать. Я бы сказал, что трейты очень похожи на то, что в некоторых языках называются примеси. В некотором смысле это похоже. Так вот, в чем здесь, я бы сказал, такая дилемма была. Смотрите, если, допустим, у нас с вами есть какой-нибудь как вот здесь написано abstract private function, abstract private function, то мы должны себя поймать на мысли, что private, сейчас 8 бишь, смотрите, что private, вот этот вот, вот этот private, он относится в принципе к самому чему к трейту, и это если он abstractный и private, то мы можем ему указать паблик. Слушаю себя и со стороны начинает казаться, что это не очень хорошее нововведение. Оно хорошее, оно позволяет нам избавиться от проблемы, когда что-то там в private, которое должно работать с исходным классом, будет переопределено с модификатором нового доступа в классе, использующем этот трейд. Ну, в общем, вот так. Ну, на мой взгляд, это вещь, которая может контекстно пригодиться, например, что вы прям будете за ним бегать и смотреть. Еще одно нововведение, похоже по уровню на string cable интерфейс, это работа магического метода клоун. Говорят, что там то ли можно было бы указать разные всякие типы возврата, то ли там можно было бы не указывать. в общем, сказали, что для теперь, для работы корректного, классного метода клоун надо указывать у него вот такой вот как бы псевдотип войт. Ничего как бы мы возвращаем. те, кто работал с другими языками, вполне возможно с этим сталкивались. Ну вот в PHP теперь мы тоже так будем писать. Ну, не холодно, не жарко. Надо писать. Окей, будем писать. Теперь у нас появляется, у нас немножко изменяется система предупреждений движка. Здесь в общем надо просто я задумал показать, посмотреть разницу в том, как это работало в 7.4.8. Вот смотрите, у нас в 7.7 версии, если мы используем необъявленную переменную, видите, что у меня выводится? Раз. Если я выхожу за рамки массива, вот что у нас выводится, видите, ничего. И если я делю 100 на 0, у нас появляется warning и infinity. Ну, мы это сегодня уже видели. Если я включаю восьмую версию, у меня сейчас вот тут будет два warning и третий будет уже исключение. Давайте посмотрим. Вот смотрите, undefined variable, использование неопределенной переменной. Хорошо это или плохо? Вот, это круто. Авторы нововведения говорят, ну как так можно? Очень часто правильность, понятность кода, она зависит от того, определили мы переменную, нет, и тут бац, мы можем в PHP использовать переменную, которая откуда-то где-то взялась. Конечно, когда вот этого не было ограничения, я говорю, о, круто! Теперь понятно дело, что не круто, круто вот так. Undefined RayKey, замечательно, это вообще круто, нам надо использовать только те ключи массива, которые заполнены. Что за бред, как можно выйти за границу, как я могу обратиться к слушателю за партой сотой, если у меня всего 20 парт. Ну и вот Division Basira, это мы уже смотрели, я здесь сейчас не буду сильно к этому защититься. Видите, сколько сразу пятерок, как здорово вы сразу реагировали на вот эти вот нововведения. Отлично. Идем дальше. Следующее нововведение генерация фатальной ошибки для несовместимых сигнатур. Ну, огонь, чистый кот, класс, еее, супер. Теперь смотрите, еще одна фишка, которая может вам понравиться. Ситуация, когда у нас один класс расширял другой класс и в принципе, ну, я скажу так, раньше было больше свободы, то есть, если мы так вот делаем, то у нас выскакивает вонинг о том, что у нас методы несовместимые. Наверное, пожалуй, все-таки это слишком большая свобода, потому что если мы расширяем один класс другим наследуем, то, наверное, они все-таки как-то должны работать в одном ключе. Ну, это же логично, да? Иначе в чем причина? Зачем мы их наследуем? Композицию тогда надо делать. Берем, говорим, бабак, и у нас теперь это что? Must be compatible with C1. То есть, они должны быть совместимы. Комментарии в чате. С другой стороны, если мне интересно будет смотреть на эти вонинги. Ну, вонинги можно, конечно же, отключить, но просто мы должны понимать, куда движется язык. Как бы это не просто, это еще и как бы для нас заметка. Может быть, там действительно, как сегодня шутили в девятой версии PHP, там это все дело изменится. Друзья мои, сейчас будет слайд, который не оставит равнодушным ни одного из здесь сидящих разработчиков. это оператор собака больше не подавляет дальние ошибки. Я надеюсь, вы так же сейчас отреагировали, как я. Ну, это классика жанра, да, в некоторых книгах по PHP пиши собаку перед, там, открытием файла, еще чем-то, да. это мне напоминает, когда кто-то убирает мусор и вместо того, чтобы выбросить его, аккуратненько под коврик его, вот так вот его скидывает, да, и говорит, все нормально, у меня тут ошибок нет. Наконец-то нету оператора собаки. Наконец-то на первом уровне PHP мне не нужно будет об этом рассказывать. Огонь. Класс. Ну и больше тут нечего показывать. Я не буду вам показывать, как собака не подавляет фатальные ошибки. Я вижу ваши плюсы вы оценили это по существу. Опять, второй раз мы должны просто позаниматься лицезрением кода. Друзья, ну, здесь большой получился бы слайд в противном случае, поэтому, если силы есть, продолжаем смотреть. Значит, на что обратить внимание? Есть два класса, один расширяет другой, B расширяет A, то есть B наследует функции A. Да? Да. У первого есть метод call your private, то есть вызвать наш приватный чего метод. И у второго есть call your private, то есть они абсолютно одноименные. И внутри, на самом деле, у них код тоже появляется. Но важно, что они оба присутствуют. Теперь, у первого класса у нас есть not override call your private, то есть мы его будем вызывать, чтобы посмотреть, как он работает. И у нас, у обоих классов, есть абсолютно похожий метод, какой my private. При этом, обратите внимание, что к вопросу о приватных методах, только что мы говорили, мы вот здесь говорим final private function my private. Да? Ну, если вы еще следите за мыслью. А здесь говорим private function. Попробуйте это сделать раньше. У вас это сразу, в общем-то, закончится кучей специфических сообщений. Так нельзя. А теперь смотрите, что получается. Когда мы дергаем call your private, у нас получается, мы видим именно то, что мы находимся в методе вот этом. В А с неперекрытым тоже. В Б с call your private вызывается свой собственный my private. А вот если мы вызываем наследуемый, то вызывается А my private из родительского. На мой взгляд, эту штуку надо. Ну, придется. Понравилось, не понравилось, придется, в общем-то говоря, учитывать. Давайте посмотрим, как она работает. Так, не понял, что у меня там. Не понял, а почему? Погодите, почему, почему, почему? Private А, блин. Сейчас, одну секунду. Видите, у меня здесь они в один ряд, и меня воним сбил стол. Вот он. Private, Private, B, Private, A, Private. Такие вот вещи, они теперь становятся вполне доступными. если бы я на вашем месте был на вебинаре и был бы уставший, я бы уже на этом месте немножко начал бы, скажем так, растекаться вниманием. Ну, у нас уже, окажется, показался горизонт впереди. У нас напоследок остается, пожалуйста, новый тип Mixed. Все, кто из нас здесь сидящих читал документацию PHP, знают о том, что мы вечно говорили, что Mixed это псевдотип, который прописывается, когда мы можем ввести любое значение. Теперь это теперь признано реальным новым типом. Вы можете указывать для подсказок документации, для проверки самим PHP, что там можно использовать и подставлять любые величины. Прикольно? Ну, как вам сказать, наверное, это не сильно плохо, с учетом того, что есть Union Types и все остальное. С другой стороны, видите, получается, мы позволяем функции все подряд принимать. А вопрос, а что это за функция должна быть такая, что она может все принимать? В голову приходят сразу функции для журнализации, для логирования, для какой-то суперотладочной информации, для токенизации, может быть, не знаю, как таким-то боком, а так, чтобы в универсальной функции, чтобы все подряд там было. это такой вопрос специфический. Дальше. Но здесь, при этом, там очень важное замечание стоит. Нельзя сужать описание в классах. То есть, если вы в суперклассе базовом написали mixed, то сделать int или string более узко у вас не получится. Так делать нельзя. Так делать нельзя. Нельзя так делать. Предпоследняя фишка, о которой мы хотим поговорить, это возвращаемый тип стать. Оказывается, мы теперь с вами можем указать, что возвращаем вот такую вот вещь, как стать. Для меня вещь это оказалась несколько совсем неожиданно новой. И, честно говоря, я ее еще пока не раскусил. То есть, в чем там особенная прелесть? Ключевые слова типа статика мы знаем, как вот в этом я здесь подробно не скажу. И последняя фишка, которую мы сегодня хотим озвучить, это непрозрачные объекты вместо ресурсов. То есть, ресурсы, которые у нас там были, есть, они всегда обычно появляются, когда мы работаем с, ну, чаще всего, с функциональным таким стилем, функции, вернула, что-то непонятно. А теперь смотрите, как классно они говорят. Они говорят, у нас вот здесь будет возвращаться объект. Насколько я помню, в, так, в сервисе наверное это не сработает, скорее всего, там библиотека графическая отключена. Отключим. Ну-ка посмотрим. Ну да, конечно, ведь она ее не знает. Ну, у меня есть Shell, что там с ним. А, и тут не подключено, и тут не подключено тоже. Кошмар. Друзья, скажу своим языком, здесь будет возвращаться какой-то а-ля объект. Потому что с объектом будет связано и выводиться. Возможно, потом какие-то интерфейсы добавить или что-то еще. Вот такие дела. Ну, и фактически, фактически это те все фишки, о которых хотелось сказать, которыми захотелось бы заманить, если вы не были на курсах, или вооружить вас, если вы уже были на курсах, чтобы вы могли с ними работать. Последующая информация, она будет, наверное, больше сугубо такой рекламный характер носить, но я должен довести ее до логического завершения. поэтому вторая отбивка, вторая часть. Я благодарю всех, кто активно плюсовал, кто активно работал, кто писал комменты, вопросы и классные замечания. К вопросам я обязательно подойду и обязательно отвечу на них. Но вот сейчас, друзья мои, еще раз наш вебинар проходит благодаря тому, что Центр специалистов предлагает вам линейку курсов по PHP. Я сейчас говорю о первых двух курсах. Это основы PHP 7, но скоро уже будет PHP 8, уже сейчас по факту идет, а формально мы это уже скоро вывесим. И второй уровень, обновленный уровень, объектно-ориентированная разработка, которая летом прошлого года стала просто новым, свежим курсом. Там смотрим теперь композер, там смотрим теперь работу с MVC, что раньше было аж на каком-то третьем или четвертом уровне. Серьезно переработали. Как обычно, 24 часа нам разрешают его ввести, ни больше, ни меньше. И ближайшие старты курсов, я правда указал PHP 1, ближайшие старты, это в открытом учении 29 и 30 мая это будет уже в обычном формате. Кто помнит, знает, я рассказывал многим об открытом учении, кто нет, сейчас скажу. стоимость от 14 350 не люблю это говорить, сколько стоит, он может измениться, тогда презентация устареет и семинар, ну в общем, это слайде должно тоже было быть. И в конце, как обычно, там дипломы, сертификаты и в общем-то почет и уважение. Ну на самом деле все зависит от вас, если вы хорошо материал усвоите, будет вам все плохо, если нет, то нет. По форматам обучения все остается как прежде. Очное, пришли в классы, занимались или в режиме вебинара. Очное, заочное, жесткий формат, пара встреч, или тройка, или пара встреч, все остальное абсолютно самостоятельный просмотр дома. Индивидуальное, очень продуктивный, но очень дорогой формат, когда тет-а-тет, целое занятие, мы сидим, и вы там со скоростью ускоренные раза в два поглощаете материал. Вебинар, это вебинар, то, что мы сейчас делаем, это вебинар. И открытое обучение, самое, я бы сказал, такое, соответствующее современным тенденциям, моде, когда вы смотрите видео прямо здесь в классе, или у себя удаленно, а препод сидит и отвечает на вопросы, именно на ваши подключается, если что-то непонятно. Как обычно, кто-то больше любит открытое, кто-то обычное, очное. Вот, я, если честно, сам в последнее время склоняюсь к тому, что сам люблю выбирать себе обучение вот по ходу, мне там тяжело, пусть лучше препод по рассказу, а если мне проще, пусть будут готовые видео, посмотрю тогда, когда мне спать не хочется и когда есть возможность. Ну, и вот тут еще один слайд про крутость открытого обучения, но я думаю, что вы сами, если когда-то попробовали, и вот вы уже знаете ответ, да, нравится или нет, не нравится, чисто дело, скуба лично. я очень благодарю, что вы додержались до финиша, почти 99% слушателей у нас от начала и до конца вебинара на одной волне просидели, ну, для меня это самый, пожалуй, лучший результат, потому что вы показали, что это, возможно, тема была интересная, я вот вижу, мне пишут, спасибо, много полезного, очень благодарен вам, всем доброго вечера, до встреч, пишите в группе, если вы уже в секретную группу разработчиков добавлены, если были на курсах, если не были, у вас все впереди. Вопрос Григорий задает, вопрос по первому нововведению, который был вам звучит начальник, если в PHP 8 не обязательно собрать порядок аргументов, то как PHP понимает, какой аргумент, если, например, они все одинакового типа? Это резонный вопрос, я боюсь, что если они одинакового типа, то нам это не разрешат, потому что ну как, никак, я не вижу там такого варианта, Григорий, я, конечно, посмотрю еще, но я не вижу, чтобы там можно было быстро ответить. Хороший вопрос, кстати, классный, я так бы сам задумался гораздо позже. Пожалуйста, Котик, пожалуйста, Ирина, пожалуйста, Денис, очень рад. Отлично, Игорь, пожалуйста, Евгений, Dues Hold, отлично, пожалуйста, по отличной подаче материала. Вы знаете, Антон, я очень сомневался вот давать такой больше акцент на презентации или писать вручную, но вспомнил, что прошлые вебинары, когда много чего пишешь вручную и там ошибаешься, ну скажем так, они, ну не так весело проходят, и плюс потом презентация, а тут и презентация будет, и видео, и поговорили, так живенькое, хорошо. спасибо вам за классные тонкие комменты, спасибо вам, Дмитрий, Григорьев, спасибо вам, спасибо, друзья, всего доброго, до новых встреч, с вами был Алексей Тарасов и специалист. Рекламное отдело обязательно вам презентацию отправит, вот 100% гарантирую, так что не переживайте, код у вас будет, если у вас еще какие-то вопросы останутся, но также напоминаю, что это был пересказ того, что и на самом сайте PHP тоже есть в документации, поэтому в общем-то никаких вопросов нет. Спрашивают у нас кодик секретной группы для тех, кто на курсах именно по PHP. Да, друзья, у меня на данный момент существует три секретных группы ВК, для тех, кто был на HTML, а да, для тех, кто был на PHP, другая, для тех, кто был на JS, третья, если вы были на каком-то из этих курсов и еще не добавились, но сами аккаунты имеете вопросы тоже, то добавляйтесь, если нет, то добавление происходит именно там во время занятия, ну, да, когда приходите на новый курс и так далее, главное написать, что вы это, или там сообщить мне каким-то одним способом. Ну, это для тех выпускников, кто вот именно ориентируется, скажем так, для повышения лояльности именно прихода ко мне в группы, ну, это такое, каждый преподаватель чем-то старается заворовать свою аудиторию, ну, у меня такой не особо фантазийный вариант поддерживать, подсказывать, отвечать на вопросы в своих группах пока. Спасибо за вопросы. Друзья, всего доброго, доброго вечера, пересидели бы оставательно, но я думаю, что это было с пользой. Всего доброго, пока-пока. Я чуть не забыл, специалисты обещают бесплатную консультацию по профессиональному развитию, сам не пробовал, не читал, но рекомендую, да, если будет интересно, обязательно проходите, ну, и как обычно, позвоните в центр специалистов, написать нам e-mail, можно вот по таким адресам. Ну, теперь точно, на сегодня всего доброго, ждем вас на кусок, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok